МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая резолюция ООН по Крыму. Как она поможет защитить права крымчан на собственность и украинское гражданство? Яшин, Губков и несостоявшийся митинг. Почему московская оппозиция не смогла договориться? Уперлись и те и другие. Замечен на акции протеста «Прощай, ВУЗ». Студенты Саратова отчислили после участия в митингах в поддержку Навального. Администрации ВУЗа очень сильно не нравилась моя активность. Одиночные пикеты и баннер с днем рождения плачи, как российские активисты поздравили сотрудников ФСБ со столетним юбилеем. Куда они смотрели 3 апреля в Петербурге? Иностранным агентам в России могут признать даже блогера, если он получает деньги из-за рубежа. Безобрательные. Нельзя принимать таких законодательных факторов. Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Россию назвали оккупирующей державой в резолюции Генассамблеи ООН. В документе осуждается нарушение прав человека. И я процитирую «незаконное установление Российской Федерации законов, юрисдикции и управления в Крыму». В Кремле не согласны с резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильными формулировки документа. Также в тексте осуждается нарушение прав человека в регионе. Генассамблея ООН требует отменить все дискриминационные законы, в частности, запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Детальнее о резолюции я поговорила с юристом, который специализируется на международном праве, Маркианом Голобалой. Сильного юридического эффекта от этой резолюции ООН не следует ждать. Но с точки зрения политического, это достаточно сильное решение Генассамблеи ООН, потому что, повторюсь, государство, которое называется Российская Федерация, является оккупантом. И Генассамблея ООН подтвердила, что всю ответственность за соблюдение прав человека на территории оккупированного Крыма должно нести именно Российская Федерация. И нельзя на этой временно оккупированной территории применять законодательство Российской Федерации, заставлять украинских граждан, которые являются представителями украинской этничной группы, крымско-татарской этничной группы, призывать в армию и их дискриминировать. В резолюции осуждается автоматическое присвоение крымчанам российского гражданства. Как это будет работать на практике? Да, это тревожная практика, потому что даже те граждане Украины, которые фактически были против того, чтобы стать гражданами Российской Федерации, они фактически были поставлены на такие условия, что они должны подчиняться режиму присвоения гражданства Российской Федерации. Это абсолютно неправильно, потому что согласно Женевским конвенциям 1949 года, государство-оккупант не имеет права навязывать им свое гражданство. Поэтому это будет еще один аргументом в спорах Украины, которые ведутся сейчас в международном суде ООН. В документе также идет речь о праве собственности украинцев на оккупированной территории. Поясните, пожалуйста, детали. Этот документ просто еще усилит его позицию в спорах, которые могут иметь место в европейском суде справ человека, потому что, слава богу, Российская Федерация еще не вышла из Совета Европы. И данная резолюция Геннассамблея ООН просто еще послужит дополнительным юридическим обоснованием для того, чтобы Европейский суд справ человека при рассмотрении таких исков встал на сторону именно истцов. Сам текст резолюции предложила Украина. 70 стран проголосовали за, среди них США, против 26 стран, в том числе Армения, Венесуэла, Беларусь, Боливия, Китай, Куба, Северная Корея, Никарагуа и Зимбабве. И вот как раз о собственности Украины на территории Крыма. Новый свет достался структуре российского олигарха Юрия Ковальчука, давнего друга и бизнес-партнера Владимира Путина. Старейший крымский завод по производству шампанских вин продали дочерней компании Банка России за 25 миллионов долларов. Это первая крупная сделка по приватизации госимущества Украины на аннексированном полуострове. После введения американских и европейских санкций большинство крупных российских компаний прекратили деловую активность в Крыму. Однако, как выяснило агентство Reuters, российская Татнефть продолжала вести бизнес на полуострове. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и данные, полученные Reuters от источника близкого к компании. Подробнее Сергей Берец. Нефтяная компания Татнефть, одна из крупнейших в России, до сентября 2017 года вела бизнес в Крыму, невзирая на риск санкций. Через подконтрольную структуру ЗАО фирма Конц она управляла автозаправочной станцией в Севастополе. Топливо на нее поставляла фирма Татнефть АЗС Юг. По реестру налоговой службы России стопроцентная дочка Татнефти. Данные об этом содержались в документе от 4 сентября, с которым корреспондент Reuters ознакомился на станции. С тех пор оператор сменился, он не связан с Татнефтью. Кто сейчас является поставщиком горючего, установить пока не удалось. На запрос Reuters, датированный 18 сентября, Татнефть сообщила, что не владеет заправками в Крыму или Севастополе и не поставляет туда топливо. Введение бизнеса в Крыму может стать поводом для внесения в список компаний, с которыми запрещено сотрудничать американским фирмам. Решение об этом принимает подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю над иностранными активами. Госдепартамент США обвинил Россию в разжигании конфликта на Донбассе. Пресс-секретарь Госдепа Хезрин Ауэрд назвала пророссийские силы источником насилия в регионе и связала обострение ситуации с выходом России из совместного центра, который следит за соблюдением режима тишины. О выходе из этого центра российские военные объявили вчера, они уже выехали с территории Украины. Причиной якобы стали ограничения их работы со стороны украинских властей. МИД России заявил, что теперь ответственность за возможное военное обострение будет лежать на Киеве. МИД Украины, в свою очередь, обвинил Москву в провокации. По данным ОБСЕ с 10 декабря плотность обстрелов на востоке Украины увеличилась на треть. Вчера, по данным Минобороны Украины, на Донбассе погибли двое украинских военных. И новость. Буквально последнего часа США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в список Магнитского. Это значит, что ему запрещен въезд в США, его активы будут заморожены. Мосгорсуд запретил проведение дня свободных выборов. Об этом у себя в Фейсбуке написал организатор акции муниципальный депутат Илья Яшин. Иск о запрете мероприятия накануне подала экс-глава Красносельского муниципального округа Алифтина Базеева решение вынесли за один день. Яшин назвал его незаконным и политически мотивированным. Напомню, оппозиционер объявил о проведении дня свободных выборов 24 декабря в годовщину самых массовых московских протестов в формате муниципального праздника. Для чего не требуется согласование с мэрией. Однако столичные власти с этим не согласили, заявив, что речь идет о политическом митинге. В повестке акции запись наблюдателей на выборы и лекции об избирательных правах. Чтобы обеспечить мероприятию, цитата, резервную площадку, другой оппозиционер Дмитрий Гудков подал заявку на проведение митинга 24 декабря на проспекте Сахарова. Власти быстро одобрили запрос, но потом Гудков по просьбе Яшина заявку отозвал. Чем вызвано такое разногласие в рядах российской оппозиции, мы спросили Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» и председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы. Когда я понял, что, значит, уперлись и те, и другие, естественно, как председатель комиссии Общественной палаты взял и предложил компромиссную историю на палате. Компромиссная история заключалась в том, что мы уже все понимаем, что муниципальный совет Красносельский, они хотят провести политический митинг. Тут вообще нет вопросов, даже по повестке дня. Там формировать наблюдателей, говорить о свободе выборов – это политический митинг. Поэтому идея была такая, чтобы дать всем сохранить лицо, и мэрии, и муниципальному совету, и предложить перенести это на проспект Сахарова, который, собственно говоря, всегда является такой точкой, где собирается политическая оппозиция, с приглашением Навального, Собчака, кого хотите, хоть Путина. И в этом смысле было мое предложение, это была моя инициатива. Я предложил Дмитрию Гудкову, который поддерживал список Яшина в Красносельском совете, переговорить с Яшином. Он переговорил, пришел ко мне и сказал, «Яшин согласен, можешь идти в мэрию». Я не поверил. Я встретился с Яшином и сказал ему, «Если я добьюсь согласования, ты поддержишь этот перенос?» Он мне сказал, «Одно условие, чтобы митинг состоялся по-прежнему в Красносельском округе, и мы были бы организаторами». Я сказал, «Окей». Пошел в мэрию и говорю, «Ребята, нам нужно столкновение, или нам нужно, чтобы граждане могли выражать свою волю?» Навальный, ради бога, мне сказали, «На митинг мы согласны». В один день мы получили согласование. А дальше, видимо, Илья Яшин и те, кто его окружает, решили, что им важнее настоять на этом месте. Что я могу сделать? Я буду рекомендовать Гудкова отозвать повестку, но я хочу вам сказать, что мы все время думаем, что вот нечестные политики – это политики, которые принадлежат партии власти. А приходят люди, которые провозглашают демократические правила, они честные политики. Вот мы столкнулись с тем, я столкнулся с тем, что господин Яшин обманул меня и повел себя нечестно. Вышли на митинг за Навального отчислить. В России новые случаи, когда оппозиционно настроенным подросткам мстят, выгоняя их из вузов. Очередной случай произошел в Саратове. Там студентку выгоняют с третьего курса экономического факультета. О новой моде борьбы с несогласными Ольга Яковлева. Еще недавно Юлия Безяева училась в саратовском филиале Плехановской академии и была старостой группы. Однако, выйдя на занятие после болезни, девушка узнала, что ее отчисляют за пропуски. В администрации вуза очень сильно не нравилась моя активность. Я учусь на коммерции, учусь без строек. Училась. Юлия дала послушать аудиозапись своего разговора с деканом, из которого становится понятно, что не только и не столько пропуски стали причиной разрыва ее отношений с учебным заведением. Вы будете отсюда отчислены по 100-двум часам, но даже если бы у вас было 80, вы будете отчислены по другому выговору. Если так, мне понятно. Почему мне противно, Безяеву, от двух моментов. Первый момент, потому что я по-человечески вас вызвала и предложила, пошла вам навстречу по-человечески, что одно и что другое. Это первое, чем у меня гадко. А второе, когда вы сами идете на дно, и другие за собой тяже. Ну как правильно. От этого гадко я все сказала. Официального комментария самого декана факультета международного бизнеса и торговли Елены Герчиковой получить не удалось. Женщина несколько дней подряд то занята, то не берет трубку. Юля вспоминает и о недавнем приезде в Саратов Алексея Навального и реакции администрации вуза на то событие. Тем более, что встреча политика со сторонниками проходила в непосредственной близости от здания института. Конкретно 1 декабря, когда приезжал Навальный в Саратов, нас держали там до 7 часов, просто непонятно зачем. Декан лично ходила, всех пересчитывала. И, в общем, одногруппники узнали о компании Навального больше, чем если бы они не задержались на так долгое время. Юля в Саратове старается принимать участие во всех важных политических акциях. Ходила на митинг 26 марта, организованный сторонниками Навального. На региональных выборах 10 сентября выступала наблюдателем от партии «Яблоко». В протестном движении она и познакомилась со своим бойфрендом Сергеем Окуневым, ближайшим соратником оппозиционера Вячеслава Мальцева. Сейчас Сергей попросил политического убежища в Киеве. Он мне всегда говорил, что пытался оградиться от этого всего. Говорил о том, что не надо участвовать. Тебя же будут как-то в институте за это, оказывать какой-то прессинг из-за этого. Отчисления из института девушка воспринимает в том числе как облегчение. Теперь она может выражать свою позицию более открыто. Пока про дальнейшую учебу она не думает. Говорит, надо искать работу. А вот идти по стопам своего молодого человека и уезжать из страны пока не планирует. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Главное событие этой среды в настоящем времени – тема второй части нашего выпуска. Одиночные пикеты и баннер «С днем рождения плачи», как российские активисты поздравили сотрудников ФСБ со столетним юбилеем. Куда они смотрели 3 апреля в Петербурге? Иностранным агентам в России могут признать даже блогера, если он получает деньги из-за рубежа. Безобразие. Нельзя принимать таких закрепительных актов. В Москве возле здания ФСБ сегодня задержали участницу Пусси Райт. Мария Алехина развернула там баннер с надписью «С днем рождения плачи». Сегодня в России отмечается День работников органов безопасности. Первую советскую спецслужбу, Всероссийскую чрезвычайную комиссию, основали 100 лет назад декретом Совета народных комиссаров. Вместе с Алехиной на Лубянке задержали двоих фотографов. На всех троих составили административные протоколы о нарушении правил проведения митинга. А завтра по их делу состоится суд. Серия одиночных пикетов прошла сегодня и у здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Это так называемый «Большой дом» на Литейном проспекте, где с 1932 года находилось управление НКВД. Активисты пришли с плакатами в память жертв по наиболее значимым делам, начиная с дела Таганцева-Гумилёва еще 1921 года. Вот мы сейчас стоим нормально, а завтра начнутся репрессии. Вас пошлют забирать людей. Я могу читать, я могу... Таким образом, организаторы одиночных пикетов хотели напомнить сотрудникам ФСБ, что они не должны становиться инструментом в руках политиков. Только они должны выполнять свою основную функцию, а не лезть в политику. Вот все. Ловите шпионов, предотвращайте теракты, чтобы не было как в Петербурге. Куда они смотрели 3 апреля в Петербурге, когда произошел теракт? Вот их работа. К столетию создания ВЧК в российской газете официальном органе правительства опубликовано программное интервью директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. И сейчас с нами на прямой связи из московской студии настоящего времени журналист, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» Андрей Солдатов. Здравствуйте. Добрый день. Андрей, в своем интервью директор ФСБ Бортников довольно скупо рассказывает о современном состоянии спецслужбы. Вот цитата. Сейчас ФСБ России свободна от политического влияния и не обслуживает какие-либо партийные или групповые интересы. Какую роль играет ФСБ в современной России на самом деле? На самом деле то, что говорил господин Бортников в этом интервью, говорит совершенно об обратном. Вообще его желание, скажем так, выставить ФСБ в качестве прямого наследника советских спецслужб, и прежде всего ЧК, которая и была создана как политическая организация для защиты политического режима, то это, конечно, в общем, означает, что ФСБ до сих пор считает себя организацией, которая считает, что главное в ее деятельности это защищать стабильность политического режима, который существует в России. И все остальные задачи являются, скорее, второстепенными. Поэтому, повторюсь, надо крайне аккуратно относиться к тому, что какие ритуальные фразы господин Бортников говорил о нынешнем состоянии ФСБ. Бортников также говорит, что открещиваться от слова «чекист» — это все равно, что предавать забвению поколения наших предшественников. Это снова цитата. Как связаны современная ФСБ и советская КГБ? Ну, к сожалению, эти связи действительно крайне прочные. И если мы посмотрим на то, например, даже какой язык, какая терминология до сих пор используется в спецслужбах, поразительно, как до сих пор еще очень многие вещи, изобретенные во времена КГБ, до сих пор используются внутри ФСБ. Я хорошо помню, как удивлялся в начале 2000-х годов, когда сотрудники спецназа ФСБ говорили мне с удобрением о чекистко-высковых операциях, проводимых во время НКВД на территории, например, Украины. И каково же было мое удивление, когда даже сейчас в интервью Бортникова этот термин «чекистко-высковая операция» продолжает использоваться, пусть и для описания прошлого. Но даже в нормативных документах ФСБ до сих пор есть следы собственно, вот этого советского наследия. Если мы посмотрим, как написан Советский уголовный кодекс, статьи, по которым работает ФСБ, например, статья «Государственные изменения», эта статья ранее называлась «Дело измене революции», что, в общем, является лишь парафразом, нынешней, я имею в виду, номинование этой статьи лишь парафразом «Советская статья». Спасибо, Андрей. Из Москвы с нами на прямой связи был журналист, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» Андрей Солдатов. Инициативная группа выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. Там проходит выставка «Россия. Моя история». Она организована епископом Тихоном Шевкуновым. Такие же выставки проходят в разных городах России. Ученые из Вольного исторического общества и другие историки нашли в экспозиции множество ошибок и неточностей. Юрий Баранюк продолжит. Колоссальный павильон с десятками колонн по периметру и самыми современными мультимедийными технологиями в Петербурге выстроили в рекордные сроки чуть больше, чем за полгода. Если оценивать площади, которые занимает исторический парк, то его можно поставить в один ряд самыми крупными музеями Санкт-Петербурга, такими как Эрмитаж и Русский музей. На 15 тысячах квадратных метров, построенных больше, чем за полтора миллиарда рублей, обещали популярно учить истории. Пока бесплатно. Но вместо этого пересказывают мифы, считает кандидат исторических наук Даниил Котюбинский. Например, на выставке можно узнать, что первое крещение Руси произошло не в 988 году, а раньше. Мы знаем только то, что приходили русы, осадили Константинополь, а потом, соответственно, там помолились Богоматери, как следуют византийцы, и русы ушли. Это все, что мы знаем. Как можно говорить о том, что произошло первое крещение Руси? А это как факт приводится. Свои замечания есть и у членов столичного вольного исторического общества. В ответ на вопросы исследователей, авторы выставки признали только две ошибки. И те не из списка историков. Мы принесли извинения, это было в 2015 году, цитата из архиепископа Луки Война Есенецком, цитата довольно распространенная, но первоисточник мы так и не нашли, и цитата Бисмарка. С извинениями мы убрали эти цитаты из экспозиции. Тем не менее, вопросы остались. Даниил Котюбинский заметил, некоторые стенды буквально противоречат друг другу. Там написано, что в 1211 году была совершена первая в истории Древней Руси казнь государей. Неистовыми галичанами, естественно, безбожными галичанами. Ну, галичане, понятно, это, так сказать, отсылка к современным украинцам. Это была не первая казнь, потому что первая казнь была в 945 году, когда князя Игоря древляне пополам разорвали. И об этом рассказано на соответствующем стенде в этом же музее. То есть тот, кто создавал один стенд, вероятно, забыл уже, ну, вернее, тот, кто стал этот стенд, забыл, что он писал на предыдущем. Кроме того, царей хотя и критикуют, но аккуратно. Даже Иван IV, он же Грозный, представлен скорее в выгодном свете. Самодержец, который противостоял силам Запада. Там говорится о том, что якобы против Ивана Грозного в Европе была развернута информационная война. Как может развиваться информационная война, если не было даже средств массовой информации, тогда в Европе, я уж не говорю о том, что не было никакой коалиции государств, которые были бы заинтересованы в том, чтобы опорочивать доброе имя нашего русского царя. У авторов выставки свои историки и своя точка зрения. Никаких отклонений от научной картины прошлого на выставках нет. Напротив, это очень хорошее пособие для расширения своих знаний по истории нашей Родины. Можно ожидать, что расширять будут и географию выставок. Сейчас она насчитывает больше 15 городов. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. СМИ иностранными агентами в России могут быть признаны не только издания, но и физлица. Такая норма содержится в законопроекте, который внесен в Госдуму депутатами и сенаторами. То есть фактически блогер, даже не отдельное издание или телеканал должен будет маркировать свои посты в интернете по меткой «Иноагент». Согласно документу, в список попадут граждане, в том числе и России, у которых есть СМИ или интернет-ресурс, и которые получают деньги из-за рубежа. Кроме того, средства массовой информации, которых признали иностранными агентами, придется для работы в России учредить юридическое лицо. Материалы таких СМИ должны быть помечены знаком о том, что они созданы иностранным агентом. Если такой маркировки не будет, то ресурсы в России заблокируют. С точки зрения гражданской позиции, могу сказать, что это все безобразие. Нельзя принимать таких законодательных фактов. Они невнятные, мутные, никому не нужные и своей мутностью и невнятностью наносят вред. Лучше бы этого ничего не было. Но сказать, что это какое-то страшное наступление на свободу слова, мне моя экспертная совесть тоже не позволяет. Для наступления на свободу слова это слишком все ни о чем. И на этом все. Это было «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова